Если вам кажется, что вы упустили время, принимая неправильные решения, или из-за того, что вы истощены, знаете, вы можете вернуть это время. Это так. Бог чудесным образом даст вам возможность наверстать упущенные возможности и время. Исполнение Святым Духом — это не единовременное событие, когда-то произошедшее. Вы можете переживать наполнение Святым Духом каждый день в любой момент. Наступает момент, когда нам кажется, что силы наши иссякли, и мы исчерпали все свои ресурсы, это хорошо. Значит, настало время нового наполнения. Спасибо, что позволили мне нанести вам визит. Сегодня мы завершаем цикл программ под названием «Семь аспектов для духовной силы на каждый день». Я хочу поблагодарить вас. Спасибо, что позволили мне встречаться с вами, говорить об этих важных вещах. Мне было непросто поделиться тем, что происходило лично со мной, и тем, через что я прошел много лет назад, когда мне пришлось собирать свою жизнь буквально заново. Это был очень тяжелый период для меня. Я буквально собирал свою жизнь по кусочкам. Но Бог показал мне, каким. Семи аспектам я должен следовать каждый день. И они вошли в привычку. И я выполняю эти действия автоматически. Это как почистить зубы. Для этого не нужны эмоции. Ведь я чищу зубы каждый день, без эмоций. И так я начал следовать этим всеми аспектам каждый день. И когда я стал регулярно выполнять эти шаги день за днем, месяц за месяцем, моя жизнь стала наполняться силой. И теперь, много-много лет спустя, они по-прежнему являются моими привычными действиями. И те, кто знает меня, близкие мне люди, понимают, что я следую этим семи аспектам каждый день без исключения. Они стали для моей жизни своего рода лекарством, витаминами. Они позволяют мне оставаться на верном пути, духовно, душевно, физически и эмоционально. И если вы чувствуете, что вам важно быть на правильном пути в какой-то из этих сфер, то это цикл для вас. Предлагаю вам его скачать. Он называется «Семь аспектов для духовной силы на каждый день». 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Что это за действия? Все они есть в этом замечательном аудиоцикле, который сопровождается учебным пособием. Возможно, это тот самый инструмент, которым вы захотите поделиться с другом, с мужем или женой, родственником, коллегой, с кем-то из церкви, с любым, кто переживает трудные времена и нуждается в укреплении, это то, что нужно. Если они скачают и послушают данный аудиоцикл и последуют рекомендациям, если они им последуют, то их жизнь полностью изменится. Даю вам гарантию. То, чему я учу, сделать нетрудно. Но изменения произойдут колоссальные. Скачайте это учение сегодня. Также предлагаю оформить бесплатную подписку на ежедневные видео ободрения «Драгоценная истина» из греческого языка. Я зачитываю из своих книг. Если вы еще не смотрели эти видео, скачайте, и вы будете пожинать плоды, которые принесут благодать в вашу жизнь. Видео ободрения наполнено библейским учением. Иногда люди говорят, «Я не знаю, как изучать Библию». «Изучайте ее со мной каждый день». Здесь нет ничего сложного. Я записал это для всех. Это для любого верующего, который любит Божье Слово, но не знает, с чего начать изучение Библии. Для всех, кто хочет погружаться в изучение Писания. Это отличный ресурс для вас. Важные темы, важные вопросы. Это учение направит ваши мысли в глубину отношений с Господом. И ваша молитвенная жизнь укрепится еще больше. Видео ободрения нужно смотреть каждый день. Они не займут много времени. Каждая длится всего полторы минуты. В каждом томе этих книг проанализировано по тысяче греческих слов. И вы, наверное, подумали, «Ну, греческий я не осилю». Со мной осилите. Если вам нравится, как я анализирую греческий текст, вы будете в восторге, просматривая драгоценные истины. Это прекрасное ободрение. Также хочу поблагодарить всех партнеров. Если вы наш партнер, вы помогаете нам проповедовать благую весть людям по всей земле. В притчах 10.21 написано, «Уста праведного пасут многих». Это значит, что на нас, то есть на праведных, лежит ответственность. Бог дал нам эту ответственность пасти и насыщать многих. Мы должны питать людей Божьим Словом. Уста праведных насыщают многих. И наше служение занимается этим. Это наше призвание. Становясь нашим партнером, партнер — это человек, который регулярно поддерживает служение финансами. Вы вместе с нами насыщаете многих духовным хлебом. И вы получите награду за этот совместный труд. На небесах мы будем получать награду вместе. Бог благословляет нас здесь, на земле. И мы получим награду на небесах. Каждому новому партнеру мы дарим комплект аудиокниг в качестве приветствия. Аудиокнига «Денис. Дар прощения» и «Моя. Жизнь в зоне сражения. Как выживать, процветать и побеждать в сложных ситуациях». Если вам нужна молитва, свяжитесь с нами. Воспользуйтесь информацией на экране. И получив ваше сообщение или письмо, мы встанем вместе с вами на молитву и будем верить, что Бог совершит нечто великое в вашей жизни. В книге пророка Еремии, 33.3, написано «Боззови ко мне, и я покажу тебе великое и недоступное то, чего ты и представить себе не мог». Мы верим в силу молитвы, и если у вас есть молитвенная просьба, мы хотим молиться с вами и за вас. Бог сдвинет горы, чтобы дать вам то, в чем вы нуждаетесь. Я верю в это. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Итак, сегодня мы завершаем цикл под названием «Семь аспектов для духовной силы на каждый день». Мы уже рассмотрели первый аспект. Каждый день, без исключения, каждый день вам нужно проводить время по утрам с Богом. Аспект номер два. Каждый день, без исключения, вам нужно уделять время тому, чтобы питать свой дух из разных источников. Третий аспект. Каждый день, без исключения, каждый день проводите время в тишине. Это может стать настоящим откровением для некоторых, но это полностью изменит вашу жизнь. Далее четвертый. Каждый день. Скажите, каждый день, каждый день, без исключения, проводите время с теми, кто подкрепляет вашу душу. Также мы говорили о том, что в течение каждого дня нужно делать небольшие перерывы и благодарить Бога за его присутствие. Это простое правило, которое совершенно изменит ваше мышление и поможет обрести покой. Далее, шестой. Это важный аспект. Он дался мне с большим трудом. Каждый день. Скажите, каждый день, вы должны уметь говорить «нет» тому, что вы не обязаны делать. И есть еще один аспект. Прекрасный аспект. Вы можете делать это каждый день, в любой момент, когда вам захочется. Это очень простая молитва, которую вы сможете произнести в любое время. И если вы скажете эти слова с верой, то получите просимое в любой момент. Это полностью изменит вас и укрепит вас духовно. Что же это, спросите вы? Я расскажу вам об этом, когда вернусь после небольшой паузы. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Итак, начинаем. Аспект номер семь. В списке из семи ежедневных шагов, которые сделают вас духовно сильными. Вы готовы? Вот седьмой аспект. Каждый день, скажите, каждый день. Каждый день, без исключений, молитесь о новом наполнении Святым Духом. Это совсем не сложно. Вы можете сделать это прямо сейчас. Просто скажите, Господь, наполни меня снова Святым Духом. Я уже слышал, как кто-то спрашивает, подождите, подождите, вы хотите сказать, что можно заново наполниться Святым Духом? Конечно, да, крещение Духом Святым получают один раз. Но наполняться им можно много-много-много раз. Приведу несколько примеров. Во второй главе книги Деяний 120 учеников были в горнице, когда их наполнил Святой Дух. Вы знаете, что там же находились Петр и Иоанн. Далее, в четвертой главе Петр и Иоанн стояли перед религиозными лидерами Иерусалима, которые устроили им допрос и были враждебно настроены. Библия говорит, что Петр и Иоанн исполнили Святого Духа. В греческом сказано, что они наполнились Духом в тот самый момент. То есть они снова пережили наполнение Божьим Духом. Но подождите, они же только что крестились Духом Святым во второй главе. А в начале четвертой главы снова наполняются Духом. В конце четвертой главы они встречаются с большой группой людей в горнице, где они все вновь наполняются Духом. То есть апостолы снова пережили наполнение Святым Духом. Итак, есть одно крещение Духом Святым и многократное наполнение. Бог хочет много раз наполнить вас Своим Святым Духом. Когда я переживал трудный период в своей жизни много лет назад, это был тяжелый кризис, я двигался так быстро и делал так много, что совсем не находил времени, чтобы обновляться в Святом Духе. Бог не удерживал этого от меня. Просто я не уделял должного внимания и времени, чтобы снова наполняться Духом. Бог хотел наполнять меня, но поскольку я не находил на это времени, я не находил места для этого в своей жизни, то я лишился физических, эмоциональных и духовных сил. Настал момент, когда я понял это и взял на себя обязательства. Я по-новому организовал свой день. И этому аспекту я следую. В начале каждого дня я говорю, Господь, настало утро, и мне нужно снова наполниться Святым Духом. У нас есть замечательное учебное пособие. «Наполнение Святым Духом». Пять уроков. Зайдите на наш сайт. Это пособие идет в комплекте с потрясающим циклом. Скачайте. «Сам я переживаю» наполнение Духом Святым многократно. Об этом говорится в книге Деяний. Сегодня мы обратимся к Библии и прочитаем из послания Ефесянам, где апостол Павел пишет верующим Ефесской Церкви. Он говорит, что им нужно исполняться Святым Духом. Я был удивлен этими словами, потому что Церковь в Ефесе начала свое существование с действия Божьей силы. В этом городе происходили изумительные события. Павел пришел в Ефес, начал проповедовать. Об этом написано в 18 главе книги Деяний. Потом он возвращается туда в 19 главе, возлагает руки на группу верующих. Они наполняются Святым Духом, начинают говорить на иных языках, пророчествовать. Павел стал учить в Ефесе, в училище Тиранна, которое располагалось в самом центре города. Люди постоянно приходили в это училище, а Павел учил и учил и учил. И Библия говорит, что руками апостола Павла в Ефесе были совершены небывалые чудеса. В Писании эти чудеса названы экстраординарными и особенными. Не знаю, как вы, а я считаю любое чудо чем-то особенным. Но чудеса, которые происходили там, были особенными и заметными. В Библии сказано, что имя Иисуса стало известным по всей Азии, благодаря Ефесской церкви, церкви, рожденной силой Святого Духа. Но в послании Ефесянам, в 4 главе, Павлу пришлось поднять важную тему, связанную с серьезными проблемами, возникшими в той церкви. Верующие в церкви, которая появилась благодаря действию Божьей силы, начали злословить друг друга, лгать, сплетничать, замышлять недоброе, совершать всевозможные дурные поступки. Павел написал, что они своим поведением оскорбляют Святого Духа и открывают дверь для дьявола. Плохие поступки и неправильные отношения открывают дверь для дьявола. И похоже, что дьявол чувствовал себя весьма комфортно в этой прекрасной церкви, рожденной в Божьей силе. Что же было нужно Ефесянам? Им нужно было еще раз пережить встречу с Богом и снова наполниться Святым Духом. Вот о чем я хочу рассказать вам сегодня. Давайте прочитаем Ефесянам 5.15. Павел увещевает верующих. Эти слова оказались очень полезными для меня много лет назад, в непростые времена. Мне нужно было пережить новое наполнение Святым Духом. Послушайте, что Павел пишет в Ефесянам 5.15, обращаясь к зрелым верующим. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Слово «поступать» по-гречески «перипатео» образовано из слов «пери», которое означает «вокруг» и «патео», «ходить». Все слово переводится как «ходить», «вокруг», «прогуливаться». Оно также описывает образ жизни человека. И Павел говорит, «Друзья, пора вам поднять свой уровень». Вы должны быть выше плотского уровня и ходить более высокими путями. Он говорит, «Я призываю вас поступать осторожно». Осторожно по-гречески «акрибос». Означает «аккуратно». Мы должны жить аккуратно. Не как неразумные, но как мудрые. Слово «неразумные» по-гречески «асофос». «Софос» значит «мудрый», «разумный». Приставка «а» меняет смысл на противоположный. Это тот, кто оставил мудрость, лишился рассудка. Вот как я бы перевел этот стих. Послушайте. Послание Ефесянам 5.15. Пояснительная интерпретация Рика Реннера. «Оставьте это глупое поведение и перестаньте поступать, не внимая голосу разума. Начните вести себя, как умные и культурные верующие. Я знаю, у вас получится». Он знал, что у них все это должно было получиться, но их уровень поведения был ниже необходимого. Далее, в 16 стихе написано «дорожа временем, потому что дни лукавы». Важный стих. И особенно важным он оказался, когда у меня произошел срыв. Кризис. Я чувствовал, что теряю время. Я был опустошен, подавлен. Что делать? Я теряю время. Но Библия говорит, что мы можем вернуть утраченное время. «Дорожить» — перевод греческого слова «экс агаридзо». «Экс» означает «наружу», а «гаридзо» — «покупать». Все слово переводится следующим образом. «Выкупить». «Вернуть что-то». «Выкупить» или «вернуть обратно». То есть Павел пишет Ефесянам, «Друзья, из-за своего неразумного поведения вы потеряли много времени, но вы все можете и изменить. Вы можете воспользоваться возможностью и наверстать упущенное, вернуть себе время, которое вы утратили. Так что, если вам кажется, что вы упустили время, принимая неправильные решения, или из-за того, что вы истощены, знаете, вы можете вернуть это время. Это так. «Бог чудесным образом даст вам возможность наверстать упущенные возможности и время». Вот о чем говорится в этом стихе. Я бы перевел этот стих так. «Верните себе утраченное вами время и извлеките максимальную пользу из любой возможности, которая у вас еще есть». И это послание Бога для вас сегодня. Далее, в 17 стихе апостол дает конкретное наставление. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Слово «нерассудительный», по-гречески «афрон», означает «невежественный» или «безмозглый». Павел весьма прямолинейен. «Верните мозг на место. Хватит поступать безрассудно. Перестаньте быть безмозглыми. Ваш образ жизни иначе и не назовешь. «Итак, не будьте нерассудительны», то есть безмозглые, но познавайте, что есть воля Божья. Так что же есть воля Божья? Если она есть, то какова она? Скажи нам». И он отвечает в следующем стихе. В послании Ефесянам 5, 18, Павел пишет, «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Слово «упиваться» сообщает нам, в каком плачевном состоянии находилась Великая Ефесская Церковь в те дни. Потому что Павел велел Ефесянам, «Не упивайтесь». Слово «упиваться» по-гречески «метуско» означает «пить алкоголь без меры», получить алкогольное отравление. Это слово также переводится как «пьяница». Павел говорит, «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». В греческом звучит строгий запрет «немедленно прекратите». «Вы пьете слишком много, вплоть до распутства». Верующие в Ефесе напивались. С этим трудно поспорить. В греческом тексте именно так и написано. Павел велел им прекратить напиваться до пьяна. Что случилось с этими верующими? Они потерпели духовное фиаско. Павел говорит, «То, что вы творите, не входит ни в какие ворота». «Прекратите немедленно, но исполняйтесь Духом». Послушайте, что значит слово «исполняться» или «наполняться». Перевод греческого слова «плероу». Наполняться до краев, до полного заполнения. Использованное здесь время указывает на постоянное действие, то есть на непрерывное наполнение Духом. Это значит, что мы должны постоянно наполняться Духом. И вы можете переживать его наполнение непрестанно. Исполнение Святым Духом – это не единовременное событие, когда-то произошедшее с вами. Вы можете переживать наполнение Святым Духом каждый день, в любой момент. Если вы откроете свое сердце для этого, Господь желает этого. И Павел говорит, «Непрерывно наполняйтесь Духом». Вот почему я говорю, что вы можете так молиться каждый день. «Иисус, наполни меня Святым Духом». Бог повелевает нам снова и снова наполняться Духом. В Послании филиппийцам 1.19 мы читаем о чудесном содействии Святого Духа. Павел пишет, «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение, по вашей молитве». А теперь послушайте следующие слова. «И содействием Духа Иисуса Христа». Слово «содействие» – перевод греческого слова «эпихарегия». И я прочитаю из своих заметок. Слово «содействие» по гречески «эпихарегия» описывает щедрую поддержку, невообразимо большой вклад, огромный вклад. Но я хочу, чтобы вы знали следующий факт. До того, как Павел процитировал это слово в своем послании, слово «содействие», греческое слово «эпихарегия», использовали всего лишь один раз. Павел знал об этом, он был очень умным человеком. Он намеренно позаимствовал это слово, зная, насколько оно сильное. Слово «эпихарегия» состоит из двух слов «эпи», что значит «ради» или «от имени» и «харегия». И это слово значит «хор» или «хореография». В античные времена был большой хор с прекрасной программой. Артисты репетировали, готовились отправиться в турне. Но когда настало время гастролей, директор объявил, «ребята, пакуйте чемоданы, закончились деньги». Денег больше нет. Так что собирайтесь и по домам. Занавес опущен, шоу закрывается. Это было ужасно. Можно сказать, что это был тяжелейший момент для всех них. Но об этом услышал один богатый человек. Это был очень богатый меценат. Он узнал, с каким усердием тренировались артисты, как тщательно они готовились. Ему сообщили, что они были готовы выступать, но остались без средств. И их охватило отчаяние. Узнав об этом, он сказал, «Я им помогу, у меня есть деньги». Он приехал и сделал финансовый взнос. И по-гречески это называлось «эпи хорегия». «Эпи ради» или от имени «хорегия хор». Он внес платеж. И здесь это слово переведено как «содействие». Это слово описывает щедрое пожертвование. Денег столько, что не знаешь, что с ними делать. И когда они получили его дар, они вновь наполнились вдохновением, силой и желанием поднять занавес и отправиться в долгожданное турне со своим выступлением. И Павел говорит, «Когда наступает момент, когда нам кажется, что силы наши иссякли, и мы исчерпали все свои ресурсы, это хорошо. Значит, настало время нового наполнения». И тогда Иисус говорит, «Послушайте, у Меня есть то, что Вам нужно. Если Вам нужна сила, она у Меня есть. Вам нужно снова наполниться Духом. У Меня есть полнота Святого Духа». И Иисус, Великий Благотворитель, приходит к нам и обещает, «Я снова наполню Вас Святым Духом». Кстати, в послании филиппийцам 1.20 Павел говорит, насколько сильно он ожидал этого наполнения Святым Духом при уверенности и надежде Моей, что Я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле Моем. Слово «возвеличится» — перевод греческого слова «мегалуна», которое означает «усилиться, стать крупнее, расшириться, Иисус наполнит Меня такой силой Святого Духа, что Христос тотчас возвеличится во Мне. Креста станет больше во Мне, в Моем теле. Он наполнит Меня до краев». Павел пережил новое наполнение Духом. А где он был при этом? В римской тюрьме. Я не знаю, где вы сейчас, но уж точно вы не в римской тюрьме. Быть может, вас окружает тьма, трудности, но пришло время сказать, «Господь, мне нужно снова наполниться Святым Духом». Просто поднимите руки, пригласите Иисуса, чтобы Он стал великим духовным благотворителем для вас. Он наполняет и наполняет и наполняет вас Святым Духом снова и снова. И это точно вернет вас к жизни. Если вам кажется, что ваше шоу, образно говоря, вашу жизнь остановили, знайте, что новое наполнение Святым Духом, которое, возможно, каждый день, придаст вам сил, которых будет достаточно, чтобы продолжить путь. Вот одно из семи действий, которые нужно делать или совершать каждый день, молитесь о новом наполнении Святым Духом. Я скоро вернусь и помолюсь за вас, чтобы и вы наполнились Духом. Бог хочет, чтобы духовная сила наполняла вас не только сейчас, но и на протяжении всей жизни во Христе. Для того, чтобы оставаться духовно сильным, важно неуклонно следовать определенным правилам. В цикле аудиопрограмм «Семь аспектов для духовной силы» Рик Реннер детально и продуктивно проясняет семь привычек, которые легко применять в духовной жизни. Благодаря данной серии учений из пяти частей вы узнаете, насколько значимо начинать каждый день с Богом, как важно наполнять свою жизнь Словом Божьим, насколько ценно сделать привычку молиться каждое утро, первостепенной над остальными делами, и насколько плодотворно проводить время в тишине, погружаясь в размышления каждый день. Цикл аудиопрограмм доступен в удобном формате MP3 на нашем сайте ignc.org. Вы оцените вклад данного учения, приводящего к весомым и эффективным результатам. Также вы можете оформить бесплатную подписку на ежедневные видеоободрения «Драгоценные истины» из греческого языка. В них представлен глубокий анализ значения свыше тысячи греческих слов, раскрывающие бесценные сокровища, которые хранит в себе Божье Слово, и освещающие полноту Писания, уча нас жить бескомпромиссной жизнью веры в личном общении с Богом. Полторы минуты из драгоценных истин на каждый день способны изменить вашу жизнь, став вашим источником вдохновения, утешения и знаний. Не пропустите уникальную возможность. Скачайте цикл аудиопрограмм «Семь аспектов для духовной силы» и подпишитесь на ежедневные видеоободрения «Драгоценные истины» из греческого языка на нашем сайте ignc.org. Меня зовут Джо Реннер, и я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы являетесь партнером нашего служения. Ваши пожертвования дают нам возможность помогать огромному количеству людей и осуществлять благотворительные программы. Благодаря Божьей благодати и щедрой поддержке наших партнеров, у нас есть особая привилегия нести Евангелие Христа в жизни миллионов людей и являть им Божью любовь. Вместе с вами мы можем транслировать программы с христианским учением по всему миру, открывать новые церкви, которые сегодня процветают, посещать детские дома и помогать детям и сотрудникам этих учреждений, посещать тюрьмы и служить заключенным Божьим Словом, посещать дома для душевнобольных и делиться с их пациентами свободой во Христе, помогать выпускникам нашей семинарии и нести свои знания в мир, служить людям через интернет-церковь, делясь с ними библейским учением и оказывая им духовную поддержку. Станьте партнером нашего служения. Благодаря вам мы можем нести Евангелие Христа до ближайшего окружения и даже до краев земли. Зайдите на наш сайт igc.org и сделайте пожертвования онлайн. Благодаря вашим даяниям мы можем продолжать изменять жизни людей. Это на самом деле полезное и хорошее учение. Мы узнали о семи ежедневных действиях, которые сделают вас духовно сильными. Я выявил эти семь правил, поскольку должен был преодолеть кризис много лет назад. Я начал применять их и точно знаю, что и вы сможете их выполнить, поскольку я применяю их до сих пор, каждый день. Скачайте полный цикл программ «Семь аспектов для духовной силы» на каждый день. Они будут полезными для вас. Семь действий, которые нужно выполнять. Если вы будете следовать этим правилам каждый день, вы будете духовно сильными, я гарантирую. Я пример действенности средств, о которых я говорю. Цикл сопровождается прекрасным учебным пособием. Это на самом деле полезный материал. Наилучший эффект изучения чего-либо производит, когда вы смотрите или слушаете, и при этом читаете. Поэтому аудиоцикл совместно с пособием на самом деле поможет вам усвоить материал. Я расскажу вам о том, что вы можете делать с легкостью. Я сам выполняю это каждый день. Мы также предлагаем оформить бесплатную подписку на ежедневные видео ободрения. Драгоценная истина из греческого языка. Я зачитываю из своих книг. Воспользуйтесь этим учением. И я хочу помолиться. Отец, спасибо тебе за то, что Иисус наш великий благотворитель. Господь в тебе есть вся безмерная полнота Духа. И я молюсь за друзей, которые нуждаются в новом наполнении. Молюсь за тех, кто испытывает трудности. И им кажется, что все остановилось. Я молюсь, Господь, о новом наполнении Святым Духом. Господь, наполни их прямо сейчас. И пусть прямо сейчас поднимется занавес, и они снова выйдут на сцену жизни и продолжат свой труд. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях. Большое вам спасибо за то, что вы посмотрели это видео на Ютубе до конца. Для того, чтобы быть в курсе о том, что происходит у нас на канале, вы можете подписаться. И, конечно, если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. И давайте пообщаемся. Оставьте комментарии. И мы с вами будем дружить. До следующего раза.